Приветствую вас на своем канале. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Ирина. Заказать отливку на свече, приобрести мои услуги, заказать личный расклад вы можете через вайбер, ватсап. Вся информация указана в описании канала. Также для благодарности, для донатов, для помощи каналу, откуп за общие расклады, за общие отливки на свече вы можете сделать по номеру карты, которая тоже указана в описании канала. И сейчас я делаю для вас расклад, посмотрим все о вас, дорогие мои, только о вас, о вас хороших, о вас любимых. Что вы еще о себе не знали такого, что покажут. И я напоминаю, что общий расклад, это общий расклад, и не для всех он проиграется, не для всех и не для каждого подойдет данная информация, которая здесь выйдет. Поэтому будьте терпеливыми, будьте благосклонными, не судите строго, не судите строго. Потому что меня это очень сильно расстраивает. Будьте ко мне терпимее. Итак, о вас. Давайте сначала о прошлом, да, что ваше прошлое расскажут. Ваше прошлое. Ваше прошлое. Что еще такого вы не знаете о себе? Ну, мои девочки. Не хотела мама вас рожать. Не хотела рожать, как нежеланный ребенок был. То ли она делала попытки аборта или попытки избавиться от вас. Я не знаю. Как что-то пила, принимала что-то, тяжести таскала. Что-то из-за мужчины связано. Из-за мужчины связано. Как-то и не любила она его, что ли, этого мужчину. Двое парней было у нее. Один хороший такой, так за ней ухаживал. Как фрукты ей дарил. Она вот фрукты какие-то любила. Он ей приносил. Очень хороший парень был. Такой спокойный, скромный. Любил ее, относился к ней хорошо. И был ваш папа. А тот парень другой, он как-то и из обеспеченной семьи. Ну, тоже у каждого разные понятия, что такое обеспеченная семья. Ну, по крайней мере, как-то более благополучная, чем семья вашего отца. Но мама почему-то выбрала отца. А он какой-то, то ли из неблагополучной семьи. Родители пьющие были. Он сам на тот момент уже выпивал. Хотя и был молодой. Мама это видела. Мама это видела. Вот поэтому говорили ей, куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Зачем он тебе? Он из такой неблагополучной семьи. Что вот себе всю жизнь испортишь. Он тебе не нужен. Ну, и она сама это видела. Вот поэтому и не хотела вас рожать. Этот плод был, да? Плод любви, скажем так. Но все-таки времена тяжелые были. Все-таки она родила вас. И с отцом осталась. Мама красивая была такая. И тоже говорили ей. Ты такая красавица, умница. Куда ты лезешь? Зачем он тебе? Да ты можешь себе любого парня найти. Ну, вот она с отцом. Осталась с вашим отцом. Очень тяжелая информация пошла. А оно же, понимаете, когда мать, уже произошло зачатие, да? Душа уже поселилась. Хотя доктора и говорят, гинекологи, акушеры, что до определенного периода, до скольки, я точно не знаю, до трех месяцев, ну, примерно, я точно не знаю, когда вот еще зародыш только, эмбрион, что это еще не считается человек, и, мол, в этом ничего страшного нету делать агород. Но даже когда это эмбрион, даже когда уже в тот момент, когда произошло зачатие, все, там уже поселилась душа человека. Более того, вам скажу. Душа человека уже, перед тем, как мать должна забеременеть, уже душа ребенка, будущего ребенка, уже находится в ауре матери. Уже душа заранее выбрала мать, выбрала семью, родителей, город, страну. И уже она находится в энергетическом поле матери. В ауре матери находится. И за некоторое время до зачатия, относительно, да, если относительно задолго до зачатия, уже душа находится здесь. А когда произошло уже зачатие, тем более, все, душа в этот момент входит через матку, вернее, через матку, через матку входит в этот эмбрион, все, это уже человек. Считается, что эмбрион – это еще не человек. То есть там еще неразвитые органы, руки, ноги, ну и так далее. Хотя это не так, это неправда. В момент зачатия душа уже заселилась, это уже полноценный человек. Так вот. И когда произошло вот это зачатие, даже когда эмбрион, мама, например, узнает, что она беременна, даже еще маленький срок, там два месяца, полтора месяца, маленький срок, она не хочет этого ребенка. Ее посещают страхи, паника, а как рожать, а куда рожать, а как мы будем жить и так далее. А он такой ненадежный. Вот эти все страхи, паника. Она же и плачет, да, молоденькая девочка. Раньше же очень рано выходили замуж, да. Школу закончили, бурсу закончили, техникум какой-то. Она, грубо говоря, 17, 18, 19 лет, ну максимум 20 после института, ну 22, и уже выходили замуж, да. Но это еще молоденькая девочка, неопытная. А это же естественные слезы, это состояние потерянности. К родителям идти не хочется, да. И тогда же были такие понятия, что забеременела, значит, выходи за него замуж. И так далее и тому подобное. Все эти страхи, переживания, слезы, это все душевное состояние, особенно когда мать не хочет рожать этого ребенка, да, посещать мысли об аборте. Ребенок это все чувствует и слышит. Он находится в ее утробе. Он слышит все ее мысли. И представьте, каково это вот эмбрион, у которого месяц, всего лишь полтора месяца, слышать вот эти мысли матери, что для меня этот ребенок нежелателен, я не хочу его, он сейчас мне не нужен, он мне жизнь испортит, мне тяжело будет, а я на отца этого ребенка не могу положиться. И это все ребенок слышит. И он уже рождается с чувством, что его не любят, потому что он это все уже пережил в утробе. Он уже рождается с чувством одиночества, с чувством покинутого, одинокого, брошенного, нелюбимого ребенка. И это же все, конечно, отпечатывается, оставляет осадок, печать на всю оставшуюся жизнь. Это в душе, да, недолюбленности, что меня не хотели, я нежелательный на этом свете, я нежелательный ребенок. Вот эта вот дыра такая на душе, на сердце, да, нету такой абсолютной материнской любви. И это же все, естественно, накладывает отпечаток на все последующие ситуации, на последующие поступки этого человека. Уже он будет соответствующий себя вести с мужчинами, уже будет соответствующий вести себя с мужем, с людьми, с родственниками, с близкими, с подругами. Из-за вот этого чувства, что я нелюбима, мне нужно заслуживать любовь, мне нужно доказывать, что я стою любви, что я живу не просто так на этой земле, что у меня есть за что любить. Посмотрите на меня, дайте мне шанс. Я хорошая, меня можно любить, меня стоит любить. Это все накладывает отпечаток. И такой человек, вот нежелательный ребенок, уже он несчастен в течение всей своей жизни, потому что это сопровождает его чувство, что я нежелательный в этом мире. Меня не любят, безусловно. Мне нужно доказывать, мне нужно заслуживать любовь, да. Мама очень так говорила, что мама была очень красивая девочка. Вот так вот получилось. Поэтому могу сказать, что опять же, общий расхлад не для всех проиграется. Для кого эта ситуация подойдет, откликнется, то если у вас тяжелая судьба, тяжелые были какие-то периоды, черные полосы бесконечно, это как будто бы вот оттуда, что мать, мама не хотела вас рожать, вы были нежелательный ребенок. Но тоже, знаете, тут ее и винить нельзя, потому что она видела, какой отец, ваш отец, да, что на него положиться нельзя. Опять же, к родителям нельзя было пойти, со своим горем, хотелось сказать, но это действительно горе, когда ты остаешься один на один, ты молоденькая девочка, ты забеременела, на него положиться нельзя. И что делать, как быть? И ты одна в этом мире, с этой ситуацией. И ты знаешь, что к тебе некому обратиться, даже к своим родителям ты не можешь обратиться, потому что там будут тебя осуждать. Ну вот, смогла забеременеть, значит, ума хватило, ума хватило забеременеть, ну, значит, рожай сама, выкручивайся, как-то выкручивайся, решай свои проблемы, да. Раньше вот 20-30 лет, более того, 40 лет назад, 50 лет назад, это же вообще позор был, если девушка забеременела, она еще не в браке была, от парня забеременела, это же вообще позор был. Это все, этот факт девушки скрывали, да, и, конечно, они уже соглашались выйти уже за него замуж, пусть уже какой-никакой, но зато я хотя бы замужем, у меня есть статус, и я буду рожать в браке, что, по крайней мере, надо мной не будет давлеть висеть вот этот позор, клеймо, что я родила, родила вне брака, да, вот бастрюка родила, как раньше говорили, нагуляла бастрюка, ну, это то, что вот из вашего прошлого. Ну, я могу сказать, и вы повторили судьбу матери, да, тоже и у вас было, как тоже вот сейчас в личной жизни судьбу матери повторили. Тоже было, как выбор, выбор у вас был. Один парень и второй, один положительный, скажем так, герой, другой более такой, как плохой, да, не то, что не хороший, а, как это говорится, а, как это говорится, ай, ладно, выскочил у меня это слово. Как это говорят на парня, когда он такой, вот, знаете, сорванец, и в драку может и влезть, и такой он весь шебушной. Плохой парень. По молодости, да, и в драку такую мог влезти, и тоже выпивал, там, компании всякие, ну, то есть, да, повторили судьбу матери, хотя у вас был выбор между другим парнем, да, между вашим будущим мужем и другой парень, более спокойный, из хорошей семьи, к вам хорошо тоже относился, и он был и перспективный, и такой надежный. Ну, как вам показалось, что он по сравнению с вашим будущим мужем, с вашим избранником, он какой-то скучноватый, да, вам показалось так, что скучный. Ну, а на самом деле он надежный. Просто не было вот этого у него качества психопата, куда-то в драки влезать, не было такого, вот, какие-то компании непонятные, вот эти вот шайки-лейки всякие. Хороший, воспитанный парень, спокойный. Нам, девочкам, часто кажутся такие парни скучными, да, часто женщины говорят, что ой, с ним скучно. А вот с тем, с которым не скучно, да, с ним не скучно, с ним ты не знаешь, что ожидать, но с ним же нету никакой стабильности, он тебе не может дать какую-то надежность, да. Что о вас сейчас расскажут, вот что вы о себе не знаете. Бессонница часто мучает. Ноги, суставы болят. Ноги, ноги, ноги. Варикозное расширение может быть. Колени. Спина может болеть. Нет вот этой опоры. Не чувствуете жизненной опоры, поддержки не чувствуете, поэтому спина страдает. Позвоночник – это наш внутренний стержень. Позвоночник олицетворяет наш внутренний стержень. И когда у вас нет уверенности в завтрашнем дне, нет вот этой чувства опоры внутри, что я знаю, что в любой ситуации со мной все будет хорошо, я с любой ситуацией справлюсь. Мне не страшно, я не боюсь. Когда нет вот этого чувства, когда рядом людей нет, которые вас поддерживают, то позвоночник расшатанный, болит спина часто, проблемы с позвоночником, хондрозы, хондроз шейного отдела, грудного отдела, поясничный отдел, весь столб, весь позвоночный столб страдает. Дальше, что еще о вас говорят? По-женски проблемы, по-женски операции могли быть. Опять же, вот из-за этого мужчины пострадали. Как он виноват. Ребенка могли терять. Так, что еще о вас расскажут? Давайте то, что вы о себе именно не знаете, дорогие мои. Шестнадцатый аркан, карта башня. Смотрите, шестнадцатый аркан. Если вы рождены шестнадцатого числа, шестнадцатого числа, по башне вы очень сильная личность, то есть вы можете каждому, можете любому человеку устроить вот эту башню, можете по косточкам разобрать, смотрите вглубь, зрите в корень, как говорится. Еще что о вас. Дальше. Что это? Второй аркан, жрица. Тоже, если вы, второй аркан, родились второго числа. Одиннадцатого числа, двадцатого. Второго, одиннадцатого, двадцатого. Двадцать девятого. Двадцать девятого. То есть, когда вы складываете вот два числа, например, двадцать девятое, вы два числа складываете, два плюс девять будет одиннадцать. Один плюс один – два. Правильно? Правильно. То есть, тоже очень сильная личность. Смотрите, по этим карм, по этим арканам вам вообще нельзя выходить замуж. Потому что вы сильнее любого мужчины, любого даже какого-то суперсильного мужчины. Взять любого мужчину, вы будете сильнее его. И вы будете его подавлять. Вам замуж вообще по этим арканам нельзя выходить. Потому что у вас настолько мощная энергетика, знания какие-то, интуиция. По этим арканам я могу сказать, что вы должны людям помогать. Может быть, знаете, не обязательно, что вы там работаете психологом, эзотериком. Просто в обычной жизни человек к вам обращается за советом, вы даете ему совет, и вы таким образом ему помогаете. Еще что о вас. Четвертый аркан – император. По императору, четвертый аркан. Если вы родились и четвертого числа, двадцать второго, да, два плюс два – четыре. Вообще мужские энергетики, да, как я сказала. Да, это тоже подтверждение тому, что вы, вам противопоказано, вам нельзя выходить замуж. Вам нельзя. Смотрите, также сюда еще, что могу сказать. Вот, если вы родились пятого числа, двадцать третьего, двадцать третьего, два плюс три пятерка, то есть пятый аркан – жрец, вам тоже нельзя выходить замуж. Вы будете сильнее любого мужчины. Ну, то есть это, понимаете, сродни, вот раньше, как при дворе. При дворе всегда был какой-то звездочет, какой-то жрец или жрица, к которому короли, монархи обращались за советом. Монарх, король обращался за советом к этому жрецу, к этой жрице, к этому звездочету, к этому шаману. Понимаете, да? То есть у этого человека была власть какая-то большая. Также вот жрецы, батюшки, попы, да, папа римский, например, вот в древности. Сейчас, конечно, папа римский тоже в современном мире тоже имеет огромное влияние на весь мир, да? Такой серый кардинал. Но если вот брать конкретно, да, какого-то короля, обращались к жрецу, жрице, какому-то священнику, к волхвам обращались. То есть вот такие люди, высокопоставленные, которые управляли всей страной, которые решали какие-то внутриполитические проблемы, внешнюю политику, проблемы, связанные с внешней политикой, да? Но, тем не менее, они вынуждены были обратиться за советом, за помощью к вот таким людям. И, как правило, эти люди были одиноки. У них не было семьи, у жрецов, у жриц, волхвы, ведьмы, колдуньи. У них не было семьи, они были одиноки. Почему? Потому что вот эта вся энергетика, они должны были ее направить на помощь людям. А как мы знаем, или кто не знает, в отношениях с мужчиной, женщина всю свою энергию отдает этому мужчине. Всю свою энергию отдает этому мужчине. Семье отдает свою энергию детям. Поэтому, если вы думаете, вот задаетесь вопросом, почему у вас не складывается личная жизнь, и при этом, если вы себя узнали, если вы родились 4-го числа, 5-го числа, ну, то, что я тут перечислила, да? Семерка также еще может быть. Семерка, седьмой аркан, колесница. Семерка, седьмое число, шестнадцатое число. Так, шестнадцатое, двадцать второе, одиннадцатое число, двадцатое, второе. Если вы себя узнали, то и у вас не складывается личная жизнь, это вот по этой причине, что вам замуж выходить нельзя. Вы сильнее любого мужчины. Это раз. Во-вторых, вот эту свою энергию вам нужно направлять. То есть у вас своя миссия на этой земле. Вы или должны животным помогать, приют открывать, или посещать приюты. Многие женщины обижаются. Я что, должна вот себя в монашке записать? Почему я должна посещать приюты? Я хочу любить. Ну, понятно, хочется любить, но вы никуда от своей судьбы не денетесь. Если у вас так предначертано по вашей судьбе, у вас так записано в вашей книге жизни, вы от своей судьбы не уйдете. Но более того, когда вы будете идти против своей судьбы, вот у вас написано, что вам не нужно выходить замуж, но вы будете против этого идти, вы будете пытаться строить отношения, пытаться заводить отношения, пытаться выйти замуж. У вас ничего не будет получаться. Более того, вы еще будете создавать таким образом себе проблемы. Понимаете? Вы, конечно, можете пытаться. Ну, авось, да? Авось повезет. Надежда всегда умирает последней. Но вы будете себе только хуже делать, себе будете создавать проблемы. Вот такой для вас был расклад, девочки. Кому срезонировал? Повторяю, что это общий расклад. Есть люди, которые не понимают, что это общий расклад. Поэтому оставляйте свои комментарии, насколько вам это подошло. Вам всех благ. Пока.